Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Из беседы на Святаго Евангелиста Матфея Златоуст. Будем оказывать милосердие и большое человеколюбие ближним, как имуществом, так и делами. Если увидим, что кто-либо, если увидим, что кого-либо мучат или бьют на площади, если можем избавить его деньгами, то избавим. А если можем освободить словами, не поленимся этого сделать. Есть, верь, награда и за слова, даже еще и за самые вздохи. И об этом-то блаженный Евговорит. Евг. 30.25. Не плакал ли я о том, кто был в горе? Не скорбела ли душа моя о бедных? Если же есть награда за слезы и вздохи, то подумай, каково будет воздаяние, когда присоединяются к ним слова, усердие и другое подобное тому. И мы были некогда враги Богу. И единородный примирил нас, сделавшись посредником, претерпев за нас раны и самую смерть. Постараемся же и мы избавлять от бесчисленных бедствий тех, которые впадают воны, а не причинять им бедствия, как ныне поступаем. Когда видим, что другие ссорятся и дерутся между собою, то спокойно стоим, забавляемся бесстыдством других и окружаем это дьявольское зрелище, которому может лишь что быть бесчеловечнее. Видим, что бронятся, дерутся, раздирают друг другу одежду, обезображивают лица и спокойно продолжаем стоять. Уже ли тот, кто дерется, медведь? Уже ли зверь? Уже ли змей? Этот человек всегдашний сообщник твой. Он брат тебе, он член твой. Итак, не смотри, но прекращай ссоры. Не забавляйся, но укращай. Не побуждай других к такому бесстыдству, но разнимай и усмиряй дерущихся, потому что радоваться таким несчастным случаем свойственно только людям, бесстыдным, подлым, непотребным и безумным. Ты смотришь на человека, бесстыдно поступающего, и не замечаешь, что и сам тоже делаешь. И ты не вступаешься, чтобы рассеять сборище дьявольское и прекратить злобу человеческую. Чтобы мне и самому принять побои, скажешь ты, и ты это велишь? Совсем нет. Ты не примешь их. А если и примешь, то это будет тебе вместо мученичества, потому что за Бога претерпишь это. Если же не хочешь принять побоев, то подумай, сам Господь восхотел претерпеть за тебя крест. Как обижающий, так и обижаемый от сильного гнева, ими обладающего, подобны пьяным и потерявшим рассудок, потому и имеют нужду в человеке здравомыслящем, который бы и помог. Первому, чтобы перестал обижать, а второму, чтобы избавился от побоев. Итак, пойди и подай руку помощи, трезвый опьяненному, ибо опьянение происходит от гнева, гораздо хуже опьянение от вина. Посмотри на корабельщиков. Они, как скоро видят где-либо кораблекрушение, тотчас поднявши паруса, спешат, дабы исхитить от волн своих товарищей по ремеслу. Итак, если имеющие одинаковое ремесло так друг другу помогают, то тем более надлежит помогать друг другу тем, которые имеют одинаковую природу, ибо здесь кораблекрушение гораздо бедственнее того, и во время ссоры или изрыгают хулы и таким образом теряют все прежние добрые дела, или в сильном гневе клянутся ложно и таким образом впадают в гиену, или наносят побои, совершают убийства и опять подвергнутся такому же кораблекрушению. Итак, пойди, прекрати зло, спустись в это бурное море исхить утопающих и, разрушив зрелище дьявольское, уговаривай каждого порознь, погаси пламя и украти волны. Если пожар распространится, огонь усилится, не бойся, ибо многие тебе подадут руку помощи. Только начни, и прежде всех поможет Бог мира. И если ты первым начнешь гасить пламя, то и многие другие тебе будут помогать, и ты получишь награду из-за их доброе дело. Послушай, что Бог говорит иудеям, присмыкающимся долу. Если увидишь, говорит он, упавшего осла у врага твоего, не проходи мимо, но подними. Исход 23.5 Но гораздо легче разнять ссорящихся между собой, нежели поднять упавшую скотину. Если же должно поднимать осла у врагов, то тем более души у друзей, особенно когда последнее падение гораздо бедственнее, ибо души от тяжести гнева упадают не в грязь, но в огненную гиену. А ты жестокий и бесчеловечный, видя брата своего, лежащего под тяжким бременем, и дьявола предстоящего, и разжигающего пламя гнева, проходишь мимо, и скот оставлять без помощи небезопасно. Самарянин, когда увидел раненого, совсем неизвестного ему человека, и не имевшего к нему никаких отношений, остановился, посадил его на своего осла, привез в гостиницу, нанял врача, и деньги гостиничнику частью заплатил, частью обещал заплатить. А ты, видя человека, который попался не разбойником, но полчищу демонов, ярости врага, не в пустыне, но среди площади, когда тебе не нужно ни платить денег, ни нанимать осла, ни далеко идти, но только сказать несколько слов. Ты жестокий и бесчеловечный, не хочешь помочь, но бежишь мимо. Как же ты надеешься сам когда-нибудь получить милость у Бога? Аминь. Аминь.